Слава Богу, братья и сестры! Поэтому, я думаю, каждый раз, когда мы собираемся на это место, Господь обязательно нас не отпустит без благословения. Что-то с нами делает, где-то нам что-то подсказывает, и мы уходим и думаем, может, кто-то ничего не получил, но такое не бывает. Дух Святой совершает свою работу, и мы благодарны Ему. Ну, сегодня хотелось бы немножко порассуждать, насколько Господь позволит о том нашем состоянии, которое имеем, и каждый пусть заглянет в свое сердце и тоже посмотрит, что мы из себя представляем. Знаете, когда Иисус уже собирался уходить на небеса, собрал своих учеников и начал им говорить напутствия всякие. И сказал, что Он уйдет, но умолит Отца, и Тот даст Духа Святого, и что Он будет вместе с ними в Духе Святом. Чтобы они не расстраивались, не переживали. Ну, слово утешения для них сказал. И далее дает такие напутствия, потому что, когда Он их призывал, они за им шли, может, они думали, что они там что-то из себя представляют. И вот мы сегодня порассуждаем на 15 главу Иоанна о плодах. 16. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя Мое, Он дал вам. Знаете, вопрос такой хороший. Может быть, они думали, что они там совершили какой-то подвиг, пошли за Иисусом, но Он говорит, не вы меня избрали. И сегодня Господь так же и говорит и нам, не вы меня избрали, а я вас избрал. Для чего? Просто так, что ли, избрал? Нет. Чтобы вы шли и приносили плод. Конечно, хотелось бы так вот задуматься об этом призвании. Во-первых, кто такой Иисус? Это Сын Божий, который призвал нас. Я вспоминаю на молитве одной, когда Бог сказал мне, что, Сын мой, не забывай, у кого ты на службе. Знаете, конечно, глаза наполняются слезами, понимая, что у кого ты на службе. Хотелось бы подумать, а в чем служба моя? А как я служу? Пусть Бог поможет нам разобраться в этом, мы будем последовательно разбираться. И вот Бог здесь говорит ученикам, вы будете успешны в том случае, если мы будем в одном духе. Если мы будем тесно связаны друг с другом. Знаете, Он не зря говорит, что стучу в каждое сердце, чтобы открыли его, войду и буду... Что, там написано вечер, старославянское слово, и оно переводится одной из слов, или значение его переводится, что буду править. Вот Господь предлагает, что, говорит, войду в сердце и вместе будем править. Чем нами же, нами же, нашей жизнью, нашим характером, нашей судьбою. И мы же знаем, что судьба от Господа, знаете, люди иногда сами избирают себе судьбу. Хотелось бы, чтобы Господь избрал каждому из нас судьбу. И вот первый стих Иисус говорит своим ученикам. Я есть истинно виноградная лоза, Отец мой виноградар. И вот поясняет. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам, прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, и звернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей. Как и я соблю заповеди Отца. Сие сказал и вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Вот до этого места. Вот представьте себе, Иисус говорит, что я истинная виноградная лоза, а вы ветви. Если порассуждать, то лоза, она есть одно целое. Нет такого, чтобы лоза был один ствол, или какой-то черенок, или просто корень. Но лоза то и есть, которая все, и даже и листья. Это все вместе. Вы знаете, и так посидел, подумал, и как-то на мысли пришли такие слова, что когда Иисус умывал ноги ученикам, Петр сказал, не умоешь вовек. И вот тогда Иисус Христос сказал, что если не умою, не будешь иметь со мной части. Вы знаете, настолько Он хочет, чтобы ветви, эти ученики были настолько, и также мы плотно с Иисусом в единении, что Он и нас как ветви сравнял со всей лозою. Знаете, хороший такой вопрос для рассуждения, что мы должны быть с Христом как одно целое. Иначе, говорить, у вас не будет успеха и не будет плода. Поэтому мы и не зря сюда собираемся, знаете, в Дом Божий, побыть в Божьем присутствии, может быть, напитаться от Господа, побыть, ну, как-то пропитаться Господом, для того, чтобы еще больше и больше сблизиться. Вы сегодня слышали, что ближе Господь тебе, хочется еще ближе и ближе, чтобы действительно, как здесь сказал Иисус в наставлении, что мы должны быть одно целое. Вы знаете, лоза и ветви – это одно целое. И тогда оно будет напитано от Слова Божьего, от этих соков. Знаете, еще, вся Божья истина, знаете, Слово Божье, говорит, сосредоточена на Христе. И поэтому связь должна быть тесной, и мы должны быть связаны с этой виноградной лозой. Еще раз пятый стих. «Я лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Что еще хочу сказать. «Я лоза», он говорит, «а вы ветви». Вы знаете, это такое плотное соединение. И в Галатам даже написано так, что апостол Павел говорит, что не я живу, а живет во мне Христос. Вот это действительно то слово, что «войду и будем править вместе». Говорит, уже живет Христос, не я. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы понимали это, насколько важно, когда живем со Христом. Хотя в тесной связи со Христом – это дело каждого, дорогие мои. Это не то, что кто-то идет, кто-то не идет. Это дело каждого. И мы должны смотреть каждый за себя. Смотрите, мы ветви. Это каждый из нас. И поэтому наша связь со Христом зависит только от каждого из нас. Насколько мы хочем приблизиться, насколько мы хочем быть рядом со Христом или вместе со Христом. Знаете, часто мы смотрим друг на друга и говорим, ну, а он что, а он что. И так вот смотрим, Иисус таким людям сказал в Слове Своем, а что тебе до того? Ты иди за Мною. И пусть Господь нам поможет, знаете, не смотреть по сторонам, не оглядываться друг на друга, а искать действительно этой тесной связи. И мы дальше это увидим, для чего и как и почем. Связь должна быть, и она зависит только от нас. Иисус хочет, чтобы мы пребывали в Нем. Давайте еще раз четвертый стих прочитаем. «Прибудьте во Мне, и Я у вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во Мне». Вы знаете, если не будем такой тесной связи, не будет Иисус жить в каждом из нас, дорогие мои, то написано, плода не будет. Абсолютно не будет плода, потому что, что здесь говорит Иисус? Что если не пребудете во Мне, то не будет. Пусть Бог нам поможет. Поэтому Иисус повелевает, здесь «прибудьте», написано, повелевает пребывать в Нем. И наша близость со Христом, конечно, должна что-то говорить. Насколько я близок, насколько я приближаюсь каждый раз к Ему, и насколько я ощущаю присутствие Божье в себе. Знаете, мы часто становимся на молитву, исполняемся Духом Святым, говорим на иных языках. Надо почувствовать, насколько Господь во мне, насколько Он наполняет сердце мое. Если мы понимаем, что далеко от Христа, то охладели. Тоже вопрос серьезный. Поэтому необходимо нам приближаться к Христу. Господь, не то что Господь сегодня приблизился, отдалился, написано Словой Божьим «Господь вчера, сегодня и вовеки тот же». Значит, что-то, если мы охладели или где-то что-то не ощущаем присутствия Божьего, это все зависит от нас. Поэтому нужно приближаться, нужно искать. Написано, что делать в таком случае, если охладели. Конечно, задуматься, когда мы в последний раз открывали, может, Слово Божье, как часто мы его открываем. У Петра написано, чтобы мы возлюбили чистое словесное молоко, настолько возлюбили, чтобы нам возрастать. Оказывается, от Него мы растем. Не от того, что мы кушаем дома, где то что-то другое. От Него мы растем во спасении. Искать Божьего присутствия, знаете, чаще посещать молитвы. Может, задать себе вопрос, когда в последний раз был? На молитве. Служение посещать. Я понимаю, что не каждый может посещать это служение, дорогие мои. Но есть возможность посетить молитвенное служение, если не получается посещать служение, которое проходит. Но надо как-то искать. И далее славить и благодарить Господа, думать о Нем. Потому что если славить будем Господа постоянно, Слово Божье говорит, что Господь присутствует среди словословящих. Пусть Бог нам поможет. Мы не только соединяемся с Ним в Слове. Написано, что мы здесь слова мои у вас пребывают. Но мы и остаемся в Нем. Если слова пребывают у нас. Поэтому если больше мы читаем, чаще мы читаем, мы больше запоминаем. И слова, конечно, будут нас. Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть это слово говорит, что нужно жить по Слову Божьему. Давайте откроем Матфея 7, 24-25. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Вот что важное. Основан был на камне, когда основание у нас есть Иисус Христос, тогда действительно мы не поколеблемся, и ничто нас не может тогда сдвинуть с места. И 10 стих 15 главы. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, и как я соблюдал заповеди Отца». Вы знаете, Господь тогда, конечно, говорит, «Прибудете в моей любви». Слава Богу, Господь возлюбит каждого из нас. Дальше. Почему важно приносить плод? Иисус Христос нас для этого избрал. И нам нужно приносить плод. Потому что если не будем приносить, будем отсечены. Если мы не приносим плода, то вы знаете, что не исполняем своего предназначения. Оказывается, Господь говорит, что я вас избрал, чтобы вы ушли и приносили плод. Если не приносим плода, не исполняем своего предназначения. Для чего тогда нас избрал Господь? Какой же плод принести? Обычно мы читаем Галатам 5, 22-23. Там говорится о плодах Духа. Мы их знаем, я так думаю, все плоды. Есть еще плоды праведности, плод святости еще есть, плод правды. Это все есть. Вы знаете, для чего нужны вот эти плоды, которые принести? Дело в том, что эти плоды, если так разобраться, они составляют характер христианина. Знаете, мы не настолько такие, как написано в плодах Духа Святого. И этот характер нам помогает приобретать Дух Святой. Потому что он говорит, без меня не можете сделать ничего. Я знаю, что есть такие, которых, допустим, могут сломать. Есть такие, да, сломали, издеваются, сломленный человек. Но остается что в сердце? Злоба, ненависть, неприязнь. Это уж остается. Вы знаете, а здесь человек должен и любовь, и мир, и радость, и долготерпение. Все это иметь. Духа Святого написано для чего? Чтобы мы были совершенны, как Отец наш совершенный. Поэтому пусть Бог нам поможет. Это будет, конечно, Дух Святой будет делать свою работу в нас. И хотелось бы, чтобы мы какие-то приложили старания для этого. Есть еще какие-то снопы, как мы говорим. Это для того, чтобы мы могли кого-то еще и привести ко Христу. Знаете, мы поем руки, мы Божьи, ноги мы Божьи. Да, Господь же избрал нас для того, чтобы через нас что-то делать. Мы когда-то были на одном служении в районной церкви или в общинке. Вы знаете, и как-то пастор засмущался и сказал, приехало больше, чем членов церкви. Ну, знаете, и как-то пророк подошел и говорит, что ты смущаешься. Говорит, я могу наполнить этот дом молитвой народом. Ну, сразу пастор, аллилуйя, слава Богу. Он говорит, но для этого мне нужны твои ноги. Вы знаете, нужны ноги. А что нужно делать? Говорит, иди по деревне, зайди в каждый дом, скажи, что их Господь любит, и пригласи их, каждого сюда, в Дом Божий. Это твоя работа. Остальное, Господь сказал, я. Знаете, и сразу уже, а что другого нету? Пусть Бог поможет нам, понимаете? Бог говорит, а при чем тут другие? Ты пастор, зайди. Во-первых, ты из этой деревни. Здесь тебе очень много одного, таких же, как ты. Вот и приглашай их, зайди помолись и так далее. Понимаете? Поэтому пусть Бог поможет нам, чтобы мы тоже понимали, что Господь и это хочет нас, чтобы мы могли приглашать сюда людей, для того, чтобы они послушали. И Господь дальше будет делать свою работу и совершать спасение этих людей. Ну, и хотелось бы у вас и утешить. Это не значит, что если мы никого не привели, то будем отчаиваться, недовольны этим. Знаете, Слово Божье говорит, что у каждого свое предназначение. Давайте вот откроем Римлянам 12 главу. И здесь что нам говорит Слово Божье? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодному Богу для разумного служения вашего». Господь, вот представьте еще и тела, потому что надо это все. Вы знаете, и так вот подумал, что большая честь, если мы, оказывается, представим тело, знаете, Господу, оказывается, нет. Дело в том, что мы и так есть творение Божье и куплены, а то, что мы Богу отдадим Божье, какая нам награда или что-то от нас зависит? Ничего. Знаете, пусть Бог нам поможет в этом, чтобы мы понимали, что и мы обязаны, потому что мы куплены драгоценной кровью Христа. И дальше, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья блага, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Итак, по данной нам благодати имеем различные дарования, имеешь ли пророчества – пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение – пребывай в служении, учитель – в учении, увешивай раздаватель – раздавай в простоте, начальник, начальствуй в усердии, благотворитель, благотвори с радушием, и любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилипляйтесь к добру. Вот до этого места дальше можно читать и не останавливаясь, но здесь Господь говорит, не смотрите на мир, не сообразуйтесь, а смотрите Мое Слово и прибудьте. Здесь как взаимоскрепляющие опять связи идут, что если мы поручено кому-то раздавать, то уже надо как-то скромно здесь написано, чтобы мы в простоте это делали, не так, что я тут самый главный, а вы уже там второстепенные члены, будем говорить, или если начальник, то тебе поставили начальником не для того, чтобы ты развалил это дело, знаете, а чтобы ты, наоборот, приумножил, потому что это таланты, это дары, пусть Бог нам в этом поможет. И если во Христе, поэтому отдадим тело на служение, потому что это все Его. И дальше Господь говорит, знаете, чем прославится Отец? Вот что вопрос, давайте посмотрим. Мы же что должны делать так, чтобы прославился Отец? Смотрите. Если будет много плода. Вот хочется задать вопрос. есть ли будет много плода? Хочется себе задать вопрос. Миша, а как у тебя с плодом? Много? Мало? Или вообще нет плода? Или листья одни? Знаете, вопрос такой серьезный. Как узнать, сколько плода? Славится ли Отец моей жизнью, моим поведением, моим хождением? Знаете, как узнать, вот так вот, духовный человек, недуховный, как народ? А, он недуховный, этот духовный, или что? Господь сказал, по плодам узнаете их. По плодам, по поведению, по характеру, по хождению, по плодам узнаете. Пусть Бог нам поможет. Так вот, задаю вопрос. Еще раз, по плодам сколько? Если мало, здесь не написано, хоть один плодик, Господь прославится. Не написано. Здесь написано, прославится, когда много плода. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы понимали, много должно быть плода. И дальше, а если мало, но есть плод, то написано здесь в Слове Божьем, то Господь очищает, чтобы было больше плода. Вы знаете, Господь настолько терпеливый, что мы, наверное, не так. Мы уже, наверное, дома три дерева срезали, и четвертое на подходе, потому что мало плода. Есть слива у нас, которая уже три года, только по три сливки. И мы последний год ей дали испытание, если опять три сливки, то она уже пойдет под корень. И так каждый раз. Нет плода. Ну, зачем, чтобы место занимает. Хочется, чтобы где-то было усыпано, или так много плода. Поэтому, слава Богу, за то, что Бог настолько терпеливый и любит нас. И Он хочет, чтобы было много плода. И вот этот плод, он, допустим, когда допускает у нас какие-то болезни, тоже для плода, чтобы у нас появилось терпение. Это раз. Второе, чтобы мы, когда выздоровеем, могли этим послужить кому-то еще. Написано, был болен, посетили. Господь просто подталкивает нас, чтобы мы, знаете, служили Господу. Пусть поможет нам всем Господь, чтобы мы не огорчали, потому что разные обстоятельства. Конечно, болезни мешают жить, но Господь хочет, чтобы было много плода. Пусть Бог нам поможет. Хотелось бы, чтобы мы и понимали, что Бог же не дает сверхсил. Не дает. Он даст столько, сколько мы можем понести. Слава Господу. Знаете, и дальше, если будет много плода, то получаем просимое. Написано, когда принесете много плода, Отец прославится, тогда что просите, и дано будет вам. Я вот так сидел и рассуждал, и думал, вот когда много плода, и есть ответ. А когда нет плода, а когда что? Дорогие мои, пусть Бог нам поможет, чтобы мы задумались, все-таки, по много лет ходим в Дом Божий, и десятки лет, и если мы остались на таком уровне, на каком пришли, бесплодные, это тоже плохо. А апостол Павел говорит, что чего вы достигли? Мы обычно, ну что, достигли с чего-то, допустим, Господь, Духом Святым, меняет наш характер, где-то что-то достигли. Если мы достигли, допустим, терпения, мы можем претерпеть обиду, претерпеть разные на нас наговоры и так далее, то апостол Павел говорит, стоп, ты уже должен ходить в этом, ты не должен опускать планки этой, ни в коем случае. Все, если ты уже ни на кого не обижаешься, все, и так и ходи в этом, не то, что сегодня не обиделся, а завтра обиделся, опять не пускай планку. В чем достигли? В том и ходите. Если у тебя любовь появилась к людям, ты хорошо ко всем относишься, все, планку не пускай. Так и ходи дальше. Пусть Бог нам поможет в этом, чтобы мы понимали, знаете, получим просимое. И одиннадцатый стих говорит, «Сия сказал вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна, когда, конечно, будет много плода, будут ответы от Господа, и написано, и радость придет». Поэтому у нас, может, и нет этой радости, ходим унылые, в унылом духе, знаете, а хочется, апостол Павел говорит, что всегда радуйтесь, за все благодарите, пусть Бог нам в этом поможет. И дальше Иисус говорит, тогда будете возлюблены мною, и будем купаться в Божьей любви. Опять же, нужно наблюдать за собой и этот плод нести. Дальше хотелось бы еще поговорить, а если у нас слабость и лень, вы знаете, вот не пойду сегодня в служение, какие-то болезни, плохо себя чувствую, устал на работе, скажите, что-то может быть такое, тесно связь со Христом, не тесно, нету никакой может быть связи, нету никакого единения, дома помолюсь, но нет, дорогие мои, Бог нас сюда собирает, чтобы мы носили времена друг друга, исполняя закон Божий, помогали друг другу, поэтому если слабая связь, надо налаживать ее, со слабой связью, дорогие мои, мы заболеем или засохнем. Господь говорит, если не будем питаться от Его, веточка засохнет, а что сие сделают? Бросают в огонь, хотелось бы, чтобы мы понимали это, эти все Божьи истины, для того, чтобы действительно нам стремиться в Дом Божий, стремиться к Богу, приближаться к Ему еще больше, чтобы, знаете, как Бог совершал свою работу у нас, погружаться в Его присутствие. И в заключении хотелось бы, чтобы каждый сделал какой-то вывод для себя, что во мне не так или почему я ослабел. Вы знаете, может, я уже питаюсь не от Божьего сока, не от лозы, а где-то, знаете, напитался от другого источника и уже заболел. Может быть, напитался и какое-то настроение пропало. может, уже у меня какая-то создается другая атмосфера внутри меня, где-то наслушался ненужного, какие-то мнения, расхождения пошли от меня, непонятно какие. Ни с того, ни с сего уже человек или брат, или сестра не понравилось. Не надо этого всего, дорогие мои. Господь говорит, будет плод, когда будем питаться от лозы Господней, от Иисуса Христа, от Слова Его. А если будем питаться других столов, то, наверное, не будет радости, не будет того плода. И тогда что у нас получается? Много плода нету, Господь не славится, не славится. Далее что? Ответов нету. В результате ходим, ходим, пусть Бог нам поможет, чтобы мы конечно понимали, что в этом виноваты только мы. И не надо смотреть, а он что? А они что? Пусть Бог нам поможет, чтобы у нас было много плода. Да Господь и рад нам помочь. Только понимаете, мы, мы, вот это что касается нас, нам нужно больше приближаться к Богу, искать Его лица, чтобы действительно прославился Отец. Потому что Бог нас избрал, чтобы приносили плод. А не оправдаем свое оправдание то, где мы окажемся. Потом, знаете, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Пусть Бог нам всем поможет. Ему вся слава. Амин. прожитие 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 Продолжение следует...